Друзья, всем привет! Привет! Ну что, начинаем потихоньку. Хорош, как говорится, тянуть его за одно место. Начинаем мы с МК, тройки. Сегодня Сергей приехал, мы ее расчухрали, все, что оставалось, разложили, разобрали все в ноля. Тогда машина будет краситься полностью с дверными проемами, со снятием всех навесных элементов, со снятием всего полностью до металла. Интересная работка, приятная тем, что человек знает, во что ввязывается. Он купил абсолютно все резинки, абсолютно все клипсы, еще кучу всего ему придется докупить, потому что кое-что поломалось в процессе, пока мы разбирали. В общем, машина будет интересной. Она, в принципе, вся ровная, никаких супер глобальных повреждений на ней нет. Все снимается до металла, поэтому то, что тут было крашеное, как бы не сильно меня парит. Давайте мы сейчас проверим толщину, что, где, как. Есть моментами. Вот тут тычок. Не знаю, даже как это поймать, показать. Вот блик сейчас будет есть. Вот тут тычок. Вот здесь чуть на двери, изнутри чем-то толкнули. Вот тут был небольшой удар камнем. Чуть-чуть его поподверили. Но надо постараться, по крайней мере, подлезть, что-то там сделать, чтобы по максимуму сделать без шпатлевания. Все остальное в целом ровное. Где-то тут что-то красилось. Старые переходы слегка видны. Но, опять же, не в этом вопрос. Режется стекла чуть позже. Пока что все будет сниматься до металла. Заднюю оптику залачим. Красится, само собой, весь пластик. Внутрянку будем делать под завод. То есть, с таким же матом. То есть, внутренняя крышка, часть багажника, капота. Вот эти все. Это все должно быть матом. Багажник тут поднавороченный. Он навороченный в каком плане? Это типа М-серия. Или, не знаю, как серого. Могу ошибаться, конечно, извини. Но это не заводской. Именно не от этой машины багажник. То ли с другой модели. Не знаю, круче он с плавником. Он пластиковый. После вклейки его очень сильно потянуло. Дало усадку. Вот это все надо будет посмотреть. Убрать. Само собой. Красим его со всех сторон. Здесь надо переложить шоу на герметик. Уже чуть-чуть его попробовали порезать. Привести все в чувство. Чтобы это все было красиво. Сегодня я успею позаниматься только бамперами. Потому что полвосьмого. Сейчас покажу интересный такой вариант. Скажу почему. А вы еще поднакидайте своих мыслей почему. Здесь стояли накладки. Полностью герметично закрытые. Под ними собирался конденсат. Вы посмотрите, что произошло с краской. Бампер само собой крашен. А краска пятнами, бубырями поподнималась. Но не порвалась. Потому что на нее не было воздействия механики. Здесь так вообще хорошо видно. Происходит это потому, что влага проникает через лак и краску. Под грунт. И спокойно все это дело от пластика приподнимает при изменении температур. Это свидетельствует о том, что, как все технологии говорят, что лак, краска и обычный грунт-наполнитель не являются изоляторами. Они пропускают влагу в нижние слоя. Тем самым, если бы это был металл, тут бы нахрен все уже давно погнило. Вот. Что ж. А, толщина. Толщина. Берем толщиномер. Это мне из Германии Михаил подарил. Ох, Серега. Ну, тебе уже не раз делали. Это алюминий. Это алюминий. Это металл. Ну, тут ближе, ближе к теме, потому что дверь крашеная, ну, в плане один раз. А тут был какой-то небольшой ремонтик, потому что за 240 уходит. Тоже нормально. Тоже нормально. Ну, в принципе, в принципе, более-менее ничего. Так, давайте глянем тут, мне интересно. Тоже в районе грунтования все единичного. Да, ничего супер дико страшного. По этой машине нет. Но тут я где-то видел, вроде как шпатлевка. Нет, не шпатлевка, значит, какая-то царапка на грунте. Ну, да, ничего супер опасного нет. Вот, вот завод. Наклейки все снимаются. Будут заказываться оригинальные, новые. Поэтому все будем сносить до металла. Также, что сейчас успеем попробовать? Я сейчас, в принципе, начну передний бампер. Хочу-хочу, хочу-хочу, хочу-хочу ротоксов и стулом. У меня там есть давнешний наждак. Не помню, по-моему, мне Европроект компания давала на тесты кьюри финиш наждачок. Вот мы его попробуем. Во-первых, у них две модели есть. Желтый и синий. Просто проверим, что она как. Потому что я только нашел пачку. Сравним его с абранетом. И сейчас это просто какой-то левый наждак, неизвестно чей. И сейчас, если найдут ремовские кубитроны, если будет 180-й, ну, просто посмотреть, как она работает, что и почем. Стартанем с Мирки абранет 180-й на ротоксе. В хардовом режиме у нас задача ободрать. Я его сильно не заморачивался, не вымывал, ничего. Просто протер от крупной грязи, да и все. Мы снимаем сюда пластика. Посмотрим, как наждак справляется с клеем. Именно 180-ка. И сравним, скажем так, качество. Кстати, Виталь, пылесос, ну, этот рукав, что ты мне дал, переходник идеально подходит и на фестул тоже. Поэтому, ну, тема зачетная. За эти деньги так тем более. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что-то интересно долгая задержка по выключению пылесоса Интертул. У меня малыш Интертул, он стоит внизу, 20-литровый. Реально долго. Прям очень долго. Ну, может, оно и, в принципе, неплохо. Так, ну что, Мирка уже подзабивается, сетка не так активно трет, но мы еще не касались вот этой вот черноты. Сразу пару слов по поводу тем, кто, в принципе, только начинает. Интересно, почему проще и лучше снимать до пластика бампера. Реально, качество работы повышается в разы. Но, одно но. Обычной эксцентриковой машинкой снимать очень сложно. Вручную, можно сказать, снимать так даже невозможно, да? Ну, канавки тут я вручную поснимаю. Вот именно Rotex в этом плане, конечно, помогает и ускоряет работу в разы. Когда мы снимаем все до пластика, мы сразу видим какие-либо повреждения, которые были, которые, может, стоит подправить, чтобы не шпатлевать. И паутинка, которая могла быть от легких касаний бампером в какие-то препятствия, мы ее вычешем. Это в верхнем слое пластика находится. Мы ее вычешем, и в этих местах больше паутины не будет, в принципе. Поэтому до пластика снимать, ну, реально качественнее получается. Нежели, вот тут, допустим, миллиард сколов, их все равно надо чуть-чуть вычесать. Шпатлевать их все, это время. Потом их вычесывать, это повышение толщины. Потом это все грунтовать толстым слоем. Еще раз вычесывать. А так все можно вычесать, если бампер будет идеально ровным после вычесывания. Его можно перебить под 320, постепенно перейти на 240 и 320, и спокойно, мокрый по-мокрому откраситься. Ну, это если в идеале. Если, конечно, есть какие-то повреждения, ну, залить грунтом двумя нетолстыми слоями, высохнуть ему дать, высушить, и перетерев этот грунт, спокойно откраситься. Поэтому, ну, это довольно-таки лучший вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мирка, можно сказать, так, померла. Уже тяжело трет. Пробуем Кью. Кью-рофиниш. Еще момент, что ротексом вот в таком варианте можно вычесать какие-то царапки. Вот внизу, допустим, бордюрная болезнь. Вот эти все царапки, пластик-то он толстый, можно вычесать, и там шпатлевать не надо будет. Это тоже очень круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то Кью вообще ни хрена не потер, и уже все, он гладит. У него пошла забиваться структура наждака. Ну, это не фонтан, как привлекает. Давайте попробуем желтый. Ну, что-то желтый, мне кажется, вообще не будет терять, потому что желтый, это, как правило, дешевая серия для деревообработки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, желтый наждак то же самое, те же яйца, только в профиль. Что-то вообще ни о чем по сравнению с Миркой. Попробуем ноунейм. По-моему, из Германии забрал с собой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь картина еще печальная. Тут вообще прям забивает сильно. Ну, теперь Кубитрон вступает в силу. Проверим его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, тут однозначно видно, что Кубитрон фигачит, во-первых, быстрее, во-вторых, больше, чем уже теми тремя я сделал. И сейчас, ну, я сейчас выключу камеру и посмотрю, сколько я одним Кубитроном счешу и покажу обязательно. И вот он, собственно, сам ответ на вопрос, почему дорогими наждаками пользоваться дешевле. Да потому что он работает дольше. Ну, вот и смотрим. На весь бампер, на весь бампер у меня ушло, в принципе, час, ну, с учетом тут разговора по телефону. Ну, весь там, где машинкой можно подлезть. Понятно, что тут надо либо руками, либо смывкой краски и руками. Ну, смывки краски у меня еще нет, надо поехать. У меня получается так. Я начал работать, сегодня понедельник. В среду я поеду забирать стойку подбора краски. Ну, по крайней мере, оплачивать материалы наберу и всего остального. Ну, по крайней мере, какую-то уже такую стартовую работу, поснимать пластик с пластика краску до пластика уже можно. Час работы, 180-й, один кружок. Один. Вот он он. У него уже углы начали рваться. Но он еще чешет, я им еще задний бампер почешу. Вот и получается, что те, кто смотрит меня недавно, я как бы, ну, об этом не говорил, видео вообще не было, да, что те, кто давно смотрят, знают, дорогой наждак, я на него переехал тоже постепенно с дешевых, но дорогой, хороший наждак стоит своих денег, потому что он работает, ну, как минимум, в 5 раз дольше, чем дешевые наждаки. И выходит так, что дорогим наждаком работать дешевле. Не знаю, кто не верит мне, но возьмите один листочек, попробуйте его, сравните с аналогами, пока работали дешевыми, там, допустим. Вы реально поймете, что хорошим, дорогим инструментом и материалом работать, во-первых, приятнее, во-вторых, быстрее, в-третьих, качественнее. Так, ну, остальное дочешу руками. Здесь был ремонт у бампера. Ремонт, к сожалению, такой, что вовнутрь я не залезу, потому что оно тут все пропаяно, причем пропаяно уже ремонтно с сеткой. А так бы я изнутри нагрел, наружу вытолкнул и этой машинкой расчесал. Ну, придется тоненько-тоненько протянуться, потому что вот тут пайка, вот так вот пайка у ребят была. В принципе, сделали довольно-таки неплохо. Одно но, что они вот тут чуть-чуть не дотянули. Но это мелочи. Сейчас подправим и вперед. Можно было бы этот бампер сделать быстрее, взяв 120-ку. Но 120-ка все-таки чуть крупнее царапка. Ее надо по-любому было бы перебивать 240, чтобы под грунт уйти. Ну, или хотя бы 180. Сразу перечесав 180-ка, я могу сразу смело на нее грунтовать. Если бы не вот это, да, все до часов ручное, остальное, переходим 240-320 и красим мокрое по мокрому. То есть, ну, еще пускай полчаса работы, и мы готовы к красу, если бы не вот это. Именно поэтому удобно работать, как кажется изначально, долго и сложно, потому что, ну, блин, все снять до пластика или до металла, как бы кажется сложно. Но по факту это получается по времени. Быстрее по материалу, менее затратно. Ну, и само собой трудозатраты по времени, опять же, да, по времени это просто быстрее. Да и еще и качество повышается. То есть, я вычесал все сколы, нету ни одной дырки, все, что было глубокие сколы, я их просто взял и стер. Остальное дотру руками, и будет все готово. На этом сегодня все. Я еще позанимаюсь чуть-чуть пластиком. В среду съездим за материалом, покажу, что привезу, что интересно. Будем уже разгоняться, потому что работа уже в очереди стоит. Всем пока!